В создании новой бережливой поликлиники участвует больше 80 субъектов Российской Федерации. Среди них Ульяновская область. Концепция простая – сделать пребывание пациентов комфортным, развести потоки, сократить время ожидания приема врача. Такая система медицинского сервиса будет действовать в поликлинике номер один, центральной клинической медицинской санитарной части. Сейчас ремонт завершен на 70%. После покраски стен просторные помещения организуют по новым стандартам. Во-первых, будет открытая регистратура по типу ресепшена. Будет открытый свободный фойер, холл перед регистратурой. Потом будет картохранилище. Четкая мушатизация должна быть, абсолютно четкая. То есть люди знают, что сначала в регистратуру, потом там оформляют документы, значит, и человек дальше идет уже по электронной записи, идет к другим врачам. Большую часть пациентов в поликлинике составляют сотрудники и ветераны Ульяновского автомобильного завода. Здесь они проходят плановый медосмотр, посещают узких специалистов. Многие из них преданы предприятию 10-15 лет. Отмечают, здравница развивается на их глазах. Каждый год проходим медкомиссию, все устраивают. В поликлинике есть все врачи узкой и средней специализации. Очень доволен, быстро проходим медкомиссию и вперед сразу на работу. Обновлений ждут и в травмпункте на улице Ефремова. Они коснутся рентген-кабинета. Шкурить и шпаклевать начали 16 мая. Как только стены, потолки и коммуникации будут готовы, дело останется за начинкой. И уже 7 июля новенький рентген-аппарат займет свое законное место. До этого аппарата у нас был закуплен по национальному проекту здоровья в 2006 году аппарат аналоговый. К сожалению, он уже морально и физически устарел. Поэтому на смену ему закуплен новый цифровой аппарат, который позволит нам поднять диагностический лечебный процесс на совершенно другой уровень. А именно с появлением современной рабочей лошадки улучшится качество цифровых снимков. Они, к слову, будут занесены в электронную единую базу. Это удобно для молодого поколения. Для консерваторов останется привычный печатный формат. Все зависит от запроса пациента. Обошелся такой аппарат в 13,5 миллионов рублей. Обновят и прилегающую территорию. По всему периметру трампункта заменят цоколь. Так называется нижняя часть здания. Также обновят забор. Все изменения пациенты увидят уже в этом году. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.